Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение партии Закхмеров Sidmer's Civilization VI Gathering Storm на десятерых игроков со случайным деревом технологий социальных политик. Если вы не видели начало, то лучше перейти к нему, ссылка на первую серию есть в описании. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Опасная торнадо. Буду пока тут стоять. Так, теперь можно и кри отправлять караваны. Так. Боже, я уже забыл про этого варвара. А он все тут стоит. О боже. Что? Куда? Вижу, вижу, летит. Пейисиуавасис. Спасайтесь, люди. Нет! Вот так шоколадный челинья превратился в ядерного челинья. Светящегося. Челинь, тебе не кажется, что тебя унижают? Да, не проследил. Не думал, что на воде... Я, конечно, тоже не думал, что Инг будет в тебя ядерки кидать. Что-то я вообще... Это я удивлен. Я просто сорен, там, космопорты строит, такой, спутники запускает. Думаю, ну все, как... Дед Бородит, как всегда, улетает. А он как-то вот это. Так, слушайте, может мне имеет смысл... Зенитки поставить? Хоть как-то построить. Четыре хода. Зенитки... Три, да, нормально. Тут тоже давайте зенитку. Хоть избавимся. Тоже три. Если он в меня будет ядерки бросать. Зенитка, зенитка, четыре. Я демократию пока оставляю. СМИ профессиональный спорт. Угу. Лаба готова. Ну, вообще бы так оставил. И какое-то производство есть, и в науку немного. Вот, уже производство... На производство энергия расходует. Не знаю, почему он изначально уголь расходует, а не атом. Давайте здесь центр коммерции тоже. Иви два хода. Три и шесть роботы-боботы. Ну, я как минимум пять термоядерок могу. Я бы еще одного робота-бобота делал. Ванхардхоме, наверное. Или тут термоядерку сначала пожить. Два хода. Да, тут термоядерку буду. Индус, а ты инку не хочешь помешать? Ты не можешь сделать в ответ? У тебя даже не было ядерок? Ну, я только сейчас в проекте. Фига себе. Ну, это ты как бы... Ну, согласись, это как бы... Ну, это ты как бы очень странно сделал. Ну, да. Я думал, это ты в нас будешь кидать сейчас все. Там танки за дулу хватать и в нас швырять. Такой, знаешь. Каски с этих. С пехотинцев. Ну, вместе с ядерками. Это все с ядерками вместе будет лететь. То есть, меня, например, только останавливает, что союзы. Так бы я тоже покидал. А до инка я просто не... А, ну у меня есть инком союз, блин. То есть, до инка и инду себя просто не дотягиваешь. Ну, типа, ну, бейт смог бы приплыть. Нет, а куда ты производство девал? Как бы... О, зато мы спутник запускаем два хода. А, нет, лунную экспедицию два хода. Ну, конечно. В нас кидают ядерки, а мы на луну летим. Классика. Сейчас тебе в этот город еще прилетит, кстати, где-то запускаешь. И на этом твоя космическая программа закончится. Хм, здесь предлагает дружбу заключить. Ну, кстати, почему нет? Я еще могу... Это... Благодаря этому могу попытаться его обратить. Кстати. 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 Раз так, то, собственно, Гоа в апостолы. Куда мне еще тратить веру? Давайте глянем на великих людей. Это вообще нереально. Хотя тут он нуби читает сто процентов. Это он делает зря, потому что в него сейчас ядерки от меня полетят. Идти надо? Да. Что? Что? Кому идти надо? Не хотите завтра в то же время продолжить? Да тут осталось ходов 10 максимум. 10? Да, я думаю, надо. Пусть индейцы быстрее ходят. Если бы тут, если 10 ходовов... Я готов шифт-энтром завершать, как только все походили. Ну, смотрите. Инг и Челине уже две этих запустили. Вопрос, до ускорялок они дошли или нет? Нет, до ускорялок они не дошли. Так, проект Иви. Что строится? Сюзерен, Сюзерен. Дед Парадет, Михаил. Ну, не знаю, в культурную. Что-то тут полетело. Давайте Мохенжи Даро. Хотя, зачем мне культурную? Подождите, давайте в Кардив. И в Брюссель. Проекты все-таки. Там кого-то... Сингапур минус. А, видите, тут Кри контролирует немного ситуацию, поэтому он только до Сингапура мог добросить. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Прик prépar忍. Сингапура. Так, на 75% снижаем. А еще два апостола будут, наоборот, в три раза больше. Стоп, а что у меня только два апостола тут? Ну, давайте следующих двух. А что я два апостола только прошлым ходом нанял? Нет, тут надо, конечно, больше. Что я? Еще два. Если я зах... Не понял, почему я не могу апостолов. Много юнитов. В смысле, где? Если я захватываю Нубию, то есть вот эти города, тут она будет под индуизмом, иудаизмом. Соответственно, мне только обратить Индию. Смотрим. Ну, Инг не обращен, но это вопрос времени. Друзья, куда этот бежит у меня? Так, а почему Инг считается необращенным? Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть городов. А у него семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, одиннадцать, а шесть городов обращено. А, двенадцать, да. Еще один. Ну, в общем, Ая Куча и Айявири будет обращаться. Блин, тут еще американец есть. Ё-моё. Ну, я надеюсь, его Инду все-таки захватит. Ну, у меня тут танчик мой мутузит. Давайте вот такой прямых защитников. Дальше... Магнуса на промышленника. Нельзя тратиться на энергию, не пойму. Готов космопорт, но тут я буду первым делом термоядерку. Три хода. Термоядерка, четыре хода. Есть зенитка. Еще зенитку делаем. Так, эти у нас на... На утроение. С утроенной силой. Этот, этот, этот в Бангалор. Ход закончил случайно. Есть-то я куча. Есть атомные подводные лодки. Давайте я порох открою. Мне нужно, чтобы... Плюс одно производство было. Канализацию не хочу. Потом нам на технологии... Мне нечего пока запускать. Кри уже здесь, я так понимаю. Ну, то есть Инг затормозил Кри, как минимум. Варшава уничтожена. Туда они дерутся. Так, по науке мы причем вместе с Нуби, я так понимаю, да. Но я сомневаюсь, что он может робота встроить, потому что роботы требуют три урана содержания. У Нуби нету своего урана, я так понимаю. Восемнадцать. Откуда это получается? Хорошо. Да, по-моему, даже у ГГшек не было. Кого он может быть? Хатуса. Только Хатуса. Смотрим. У Болония где-то Хатуса. Ну, нету у Хатуса урана. Откуда он может уран... У него было двенадцать, стало восемнадцать. А, блин, Хатуса дает плюс два того, чего у вас нету. Ну, это, да. Две единицы стратегических ресурсов. Ну, это, то есть... Как вы понимаете, это очень медленно. То есть, у него он может построить парочку. То есть, он, во-первых, не может роботов строить, потому что они три требуют ход. Но одного он может построить и все. Так, что там за варвары? А. Че так слабенько-то? Ну, потому что у меня... Да, я знаю почему слабенько, потому что не открыты пушки. Я тут просто постою и поставлю ракетную шахту в последний момент. Продолжение следует... о первый робот робот бобот когда первая ракета два хода метод больше есть нет есть у меня тут еще может тогда лучше вот эти города но тут один заряд остался в общем-то тут ну а я вели у этого два заряда он думаю обратит 0 0 нету смысла вращать где ноль последователей честно говоря но тут два заряда еще идуизм 96 кардиф я думаю нормально будет силой 9 а там 12 он выстоит так два робота я давайте еще одного тут минус одно производство вообще на роботов еще минус 3 должно идти чу дефицит энергии если у меня блин атомная электростанция и где где энергия атома что это за фигня принимая на налога это тоже умные материалы открыл даже не но там инку меня сначала с нубе расправиться прежде чем крип выносить и не факт киши михаил умный парень понимаете я думаю что я тут тоже свое лицо получу несколько ядерных ракет я просто надеюсь на то что у меня за счет того что у меня урана больше а он даже я смотрю он не тратит видео 20 плюс 2 вход получается он вообще ничего не строит за уран то есть это значит что он не ядерки не строит не не роботов не строит ну прям сам бог велел как бы просить у него термоядерку и роботами все захватить то есть сначала но сначала я сюда брошу первую потому что шат эль кору просто надо захватывать рядом так бы я конечно то что может сюда бросить то все-таки аэродром то еще вам не мог вообще самолетами пользоваться ну то есть я вот термоядерку я бросаю сюда и минус аэродром минус столица минус на по той они важны не захвачены но они не работают тем более меня два хода еще атомная подводная лодка раз еще отсюда из нее смогу потом бросать у меня 12 хода термоядерка 3 хода 2 термоядерка а у него не будет термоядерку не только ядерки и то он их не строил я не я уверен что он их не строил просто вот сто процентов пусть а когда он сообщаем союз заканчивается тебе уже начать это волновать а все следующим ходом летит термоядерка он тут художником коти ходит меня проверяет тут робот-бобот робот-бобот это ребята жопа-попа у него туда чуть нету даже зениток нету то есть как бы человек мне говорит просто брось меня так вот тут писатель за мной подсматривает в душе просто как бы говорит в брось меня ядерку меня даже зениток нету просто брось в меня так с утройной силой у нас тут как бы даже два варианта на победу не только космический но и религиозный причем я думаю что в религиозным и быстрее сделаем 10 мне такое ощущение ну теперь конечно главный соперник меня им получается но меня радует что инк и кри воюют между собой то есть два моих главных соперника воюют между собой но я не могу отсиживаться я не могу сидеть ждать типа чтобы они друг друга убили во первых у инка не очень хорошо не очень хорошая ситуация видите все контролирует кри и инк покидал ядерки ну походу на этом все и сейчас будет ответ к прилетать поэтому пока не воюет я должен усиливаться я должен усиливаться за счет нуби ну собственно вот и все вот и вся идея я усилю если у меня получается усилиться за счет то есть если я вот это захватываю то у меня появляется во первых шанс на космическую улет а во вторых точно хороший шанс на победу религии потому что остается обратить только и индию который зачем-то мне предложил дружбу но это только 20 ходов вся когда там у нас заканчивание еще идет а что у нас у меня тут к оружию стоит ли мне войну золотого века вообще ждать я бы стабили на войну нубе другой вопрос другой вопрос что первая ракета все-таки сюда надо отправлять да а потом уже вторую сюда плюс у меня заканчивается союз скри я не думаю что его стоит продлевать я бы сейчас союз с индии давайте попробуем не давайте закончится сейчас союз с нубе я предложу экономический союз с индии по моему меня должны добегать туда караваны так это внутренние это к нубе кри нет не добегают только нубе и кри странно это другой стороны странно наземные конечно мир меньше караваны одна где глобализация тогда мне нужна глобализация не надо бы сент-луис еще отправить апостол что я думаю что вот это все захватит индус а сент-луис он просто бросит фига он ему тесно чем вообще американец ставил но вообще город хороший выглядит приятно те кампус конечно странный какой-то закончились союзы ну очевидно пора он блин сам автоматом скривайна вот это не очень хорошо и конечно это где было это я бросил в нубе ну это понятно но этот город мне не очень дорог будем честны так слушать у меня прям тут даже зенитки вроде как норм стоят еще один робот-бобот так тут мы робота делаем а тут мы и делаем термоядерку и здесь мы делаем термоядерку даже не не запуск искусственного спутника так а что это тут за мэри шелли у нас гуляет среди ядерной зимы ну у меня хватит то есть я бросаю ядерку термоядерку наверно сюда скорее всего следующим ходом и захватываю элькуру да даже я понимаю что проект иви нельзя построить если ты не построил проект манхэттен да да ну вот смотри как ты можешь понять принцип действия термоядерной ракеты если ты не понял принцип действия ядерной ракеты логично наши индийские физики могут глобализации тут нет ну не корпоративное либертарианство мне точно не хочется холодная война холодная . холодную войну открываем нас увидите откроется тогда нанотехнологии современный а нафигами современный тангусе у меня уже роботы-боботы ну и реактивные хотя давайте солнечную электростанцию буду строить в пустыне чтобы было произвел этот энергия пока минус 4 но следующим ходом будет минус 7 кстати вход точнее минус 6 а че он исчез у меня вроде там два заряда было блин я вот знаете ошибка моей души не представляла что у меня война с кри этот момент будет то есть у меня нету не в этом городе так два хода зенитка блин ну надо строить зенитку что иначе тут печаль будет если кри решит ну я понимаю что кри в первую очередь нацелен на самом деле на инка и он понимает что это автоматом война я на нубию напал но тем не менее я не думаю что это ему может помешать в меня что-нибудь бросить при хорошем раскладе блин какой сразу минус у нубии то есть он примерно наравне со мной шел а теперь просто ну сколько на треть меньше науки потому что в столицу попало в напад ну и надеюсь а михаил минус семьдесят семь ну я уже накопил нормально денег но тем более меня караваны перестали бегать сейчас все вернется нету смысла союз с индусом заключать потому что у меня до него просто не добегают караваны кстати надо поменять карточку ой как то сразу так мало времени стало да я понял point и поменял да блин у меня не построилась ядерка из-за того что отменились караваны нет я пойду сюда пожалуй так я пойду надо здесь я успею еще с караваном и на 4 минуты поменяли таймер потому что слишком долгие больше восьми минут у нас был таймер да фига ты сток он тренд мочишь остановитесь михаил остановитесь ой что взорвалось ой спарта блин у меня там что-то было у меня там что-то умерло да извините да что-то 4 минуты стало резко не хватать времени сейчас поставлю побольше да не не опускай стоит не а не а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok А это он под лодкой просто атаковал Боже, что куда прилетело? В радость Блин, три единицы нефти в ход Очень-очень нужный торговец сейчас Прям супер выбор Гавань нет Космопорт Что там? Так Спутники кибернетику открою Плюс три очка перемещения для роботов Боботов, извините Я не могу избавиться от этого слова Шпион, мне кажется, не нужен Строитель, тут еще много чего можно улучшить Фабрика Давайте мазутную построю Но тут очень странное распределение электричества на самом деле То есть Не надейтесь, что Мазутная Будет в первую очередь обрабатывать Смотря на то, что у вас угля нет Мне даже лояльности в Эль Куру хватает Я сейчас сразу на Напату и на Миро иду Роботы Это поэтому нужно в ядерной войне использовать роботов А не танки Еще какие-либо Потому что все остальные юниты Умирали бы в этих городах, понимаете? То есть я их захватываю У меня там полхп остается Со следующего хода они умирают от ядерного заражения Роботам ядерное заражение ничего не делает Правда, дороги нету, к сожалению Я сейчас на Пату, наверное, не смогу захватить Или смогу Смогу И Миро и смогу А это столица Нубии Михаил не сдается Ну, понимаете, что он тут ничего не может сделать Ну, это все Как бы это для Нубии все У него нету более производственных городов Он не может ничего построить Что-то прилетело куда-то Ну, там инк, короче, забрасывает кри Всячески Так, ну... Я даже не знаю Давайте вот так поставим В общем-то, мне все из этого надо открывать Здесь получается Заодно и РСЗО Откроем и апнем Блин, ремонт плотины 12 ходов Зашибись А куплю все равно Ни в чем себе не отказываю Что я тут построил Гранты исследовательские Замечательно Туризм Довольство Разрешение Плюс благодовольство При подаче энергии Ну, энергия у нас есть, да? Космопорта у нас нету Я... Почему такой злой был? У меня космопорта не было Давайте, наверное, вот тут А, не дотягивается Блин Ладно, пропускаем ход 4 минуты Это слишком быстро Он ничего и не строит Все еще О, что у меня тут Это даже тут рабочих каких-то захватил В этих городах Не понял, а почему тут рабочий не убирает Загрязнение Так, куда мы теперь ядерку бросим? Ну, я бы фараса Захватил, да? Остальные города Похуже Ощущей Остальные города 3 минуты Кто тут Ктоorer Кто тут сильно отваливается вообще нет все то можно считать что я даже на рахе захвачу этим с этим корпусом полетела но это понимаю что пинг нет даём и а вот таинка да ну я из-за как чили не вообще ничего ядерного не взял хотя у него я ну уран есть все есть он лидер по науке было то вот за чисто проиграно с его стороны просто на ровном месте проиграл игру что я всех наверно удалю а и Продолжение следует... Чуть, я не успеваю... У меня уже кампусы тут... Ой, кампусы, что я говорю... Апостолы... Слушайте, надо сначала этими поработать... Апостолы... 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 Шо ты к этому стокон-тренту пристал? Апостолы... А остальные города, мне кажется, мы просто роботами заберем... Так, подлодочка... И четыре посла у меня еще есть... Минус пятьдесят денег... Давайте в Лиссабон... Маскат... Плюс восемь, отлично... Работаем дальше... Глобализация... Верфь... Морской порт... Центр коммерции... Рынок... Исследовательские гранты... Камп... Каденка... Смокпорт... Крыпа летел уже... Все... Понял... Да... Вдвоем стопать нечестно... А... Одному в лицо улетать честно? Так... Термоядерка... Три хода... Термоядерка... Три хода... Три... 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 Ну, сейчас вот сюда... Будет прилетать... Термояд... Вот сюда, примерно... и это все будет захвачено но меня беспокоит что там и инку летает души но дед баре тут ты что же там улетаешь ну а чаще должен как бы кри 150 ты тоже улетаешь как ты просто улетаешь да я еще не до конца нет михаил михаил у меня город захватил то тут проблем в том что я как бы в инка то ничего попросать не могу и 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 тут космопорт ну как и вот можно запуск искусственного спутника уже сделать в паре хоровая тут рабочего давайте торговца мазухная торговца мазуха мировая ряда мазуха мадский серьезно ну слушай у меня была возможность чтобы не захватить это ж не тот город где у тебя запускаются детальки ну то есть ты хотел его захватить знаешь в данном случае мне кажется ты должен говорить спасибо мне так кажется то есть что я выиграл от этого вот эти там люди бегают в ядерном угаре такие тут вообще ничего нету минус каждый ход минус по жителю такое отличный город строитель так 4 минут у нас ход термоядерка есть все надо в интернете же дальше не пойдешь это будет зависеть от того как ты будешь сильно улетать ну прямо сейчас ты между нет не пойду буровая вышка разграблена стоит опора торговец еще торговец я что там с людьми великими сто процентов инк забирает до охренеть не она мне надо как-то в инка что-то кинуть проблема в том что но это как бы нереально мне я даже блин только если самолет блин а как него даже в инка кинуть что-либо это же инка не могу никак останавливать в принципе но это прикол вот это вот всегда проблема это когда где-то далеко что-то происходит из за просто не можешь добраться главное что кри уже все запустил то есть я даже не могу например замириться с кри чтобы он там воевал это нереально потому что он все запустил уже да ну тут мне кажется без разницы что голосовать скидка на атомные так плюс 20 прироста давайте у себя два очка дипломатической победы я всемирная выставка пускай проходит как эти лидер вместе щели не по дипломатической победе да ну тут вот реально инк очень хорошо сыграл у меня строители умерли за раз заражение венеция ко мне отвалится скоро захватил строителей запретить 30 угольных электростанций 20 прироста ну по чеку так это кто-то так кого-то там убило а я получил велика это меня апостола убила господи они моего танчика мучают да слушайте мне тоже надо улетать на самом деле теперь мне надо космопорты строить давайте а тут космопорт построен подождите-ка тогда а здесь я где космопорт строю вот тут я космопорт никаким городом не построил получается да а а а а а а а а а Продолжение следует... Слушайте, мне надо либо этот город взять, либо этот и купить там подлодку. У меня минус 54 денег. Что делать? Лобализацию открывать, конечно. Не успел космопорт поставить. Еще один. Да, из-за радиоактивного загрязнения. Нужен ли мне Нурри? Я думаю, что я его разрушу. Индус, поможешь? Че куда прилетело? А, в Харихаралайю. Ух ты, ну Мибис построил таки ядерку. Ну? Что поделать? Отомстил за все. Так, давайте в инка отправим этого шпиона. Шпион. 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 на козе 3 термоядерки и мне бы хоть одну использовать потому что они потребляют давайте так а где у нас а у нас и нету то есть мы вот тут надо использовать пусть и но они оба уже запустили и сто процентов взял ink ну или возьмет сейчас решил своих апостолов на реликвии то я не успеваем и ходить на тут война идет их просто на автомате туда отправил и я просто не успеваю уже там что-то либо делать ну реликвии тоже неплохо куча веры как раз самое время ногам не убили тут я дюйду так мне надо починить этот аэропорт блин минус 83 нет у меня сейчас будут проблемы на не ругайся качание тут вот инк скри выясняют кто круче индус предложение а почему не можем блин а как медиа теме деньги взять лиссабон прям выручил а нету больше для караванов блин ну минус 9 это еще более-менее почему не могу деньги взять слушайте а за деньги продавать это почему не могу вот например за деньги что-то продать кому-либо ну деньги вот хочу кого-нибудь деньги попросить еще не могу деньги попросить я вот тоже не знаю какой-то глюк обычно это деньги можно когда дружба с дружбы сынуться почему не могу деньги попросить у него хрен знает ну я не знаю я могу забросать термоядер комикри ну какого хрена это должен делать когда победит тогда инк он уже два хода летит ух ты а это у меня отвалилась я думал ту крия отвалилась как идут города у него лондон ну мне у него парочку бы городов зак захватить блин минус 114 что это за прикол вы серьезно минус 114 чего я деньги не могу попросить ну что это за говнина ну класс пять баллов а у этого могу почему-то душ принял мою сделку время открыть экономику инк предложение мне нужны деньги просто нужны деньги я не знаю почему я не могу денег у индуса попросить это просто бред реально инк предложение блин нельзя захватывать от горки класс не успевает никто не успевает походить у меня еще и штраф по производству я еще не успеваю космопорт уже четвертый ход поставить ну это что это вообще такое что что с этой игрой не так вот по-хорошему то есть все сделано через жопу просто какими-то людьми программистами фераксис почему у меня каждый ход все больше и больше минус объясните мне что и 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 не ну не знаю вот это концовка меня расстраивает просто в том плане что тупо игра все мешает сделать какого-то хрена космопорту больше производства уже стоит какого-то хрена огромный минус по деньгам просто потому что невозможно выбрать то что ты Хочешь отправить и сделать Знаете, как будто Ты в какую-то тормознутую версию Не знаю Игры играешь Подводная лодка строится Ну я не знаю, я не понимаю Зачем мне, наверное, мешать Криу летать О, шесть световых Вход Ну то есть, понимаете, я захватываю города Кри И побеждает Инк, потому что я до него просто добраться не могу Честно, нет Ну и, конечно, ну Мы, конечно, поменяли таймер на 4 минуты Если было бы 8, я, конечно, успевал бы тут Апостолами все действовать Ну Тут только к себе вопросы могут быть Я думаю, я мог бы тут религии выиграть Если бы у меня было бы Нифига себе 2,4% Ничего себе Вот я таких еще никогда не видел У меня в городе Инка Вероятность провести шпионскую операцию 4% Я таких низких еще никогда не видел Я просто карточку поставил Ну, слушай, 4, 2, 9% Такого низкого я реально никогда не видел Ребята, вы только не смейтесь Ядерную подводную лодку нельзя сделать из приватора без подводной лодки Можно, почему? В смысле, из чего? Из капера? Я еще, да Пожди, из капера ты спрашиваешь? Из капера ядерную подводную лодку Даешь как? Нет, нельзя Если ты не открыл обычную подводную лодку, ты не сможешь Почему у меня минус такой по деньгам? Вот просто Ну, я понимаю, что у меня тратится на термоядерки Но при этом у меня 14 торговых путей На, тут Ну, Чилини все-таки улетел Не, ну я реально мог его захватить Но я не понимаю, зачем мне это делать Я ничего инку не могу сделать Вот и все То есть, я считаю нечестно Я бы Кри захватил и все И ты бы Дед Бородет победил То есть, вот то, что вы друг с дружком воевали Это как бы честно Считай, что Чилини лучше это сделал Ну, тут Тут уже Пофигу Не знаю, я блин Вот эта концовка в шестой циве так раздражает Так неудобно просто двигать юнитами Все переключать это Все делать Это просто трындец Хотя Давайте честно И в пятерке это тоже через жопу было Вообще все Все через жопу У Фераксиса руки Руки с жопы растут Они не могут Доделать игру нормально Никогда Ну, тут, наверное, следующим ходом улетает Следующим ходом, Чилини, улетаешь Да Я не успел ядерку построить Ну что, кинусь в себя ядерку? У меня просто четыре термоядерки скопилось Некуда деть Ну, как хочешь Ну, это как-то помешает твоему улету? Да нет, я думаю Только через ход, типа Четыре термоядерки просто Ну, как бы, если бы Я мог бы готовиться к войне с Алексеем Типа Я начал Я, типа, ушел Довольство поднимать в городах Я начал строить развлекательные И, короче, типа Поэтому я и летел, на самом деле Только благодаря этому Потому что у меня был Огромный запас довольства И, типа, у меня было в столице 250 промки плюс 6 Довольство То есть я улетал даже не через город с Пингалой Хорошо, хорошо В этом городе В этом же мне было В Микиси Фацаке было 250 промки Там не будет Все было слишком хорошо Это явно им надо Атака Куб, он, короче, там был Он был город на еду И я туда Пингалу посадил Построил хороший район И он давал, типа, 2 очков Крутая в поле получилась Типа, вначале она прям запустила А Пингалу ускоряет Сами проекты, ускорелки Или любые постройки Космопорчик? Проекты ускоряет Почему? Просто Ну, все на космос Ну, и лаграджи тоже Вот эти все А, что? Ну, да, да Ну, все на космос, короче И тупо все на космос Он ускоряет Игра интересная получилась Нет, я Я единственное Я реально не понимаю Только вот почему У тебя было много науки В первой Ну, не знаю, как-то Во второй четверти игры Вот я в том моменте Вообще не понимаю Откуда у тебя наука Все карточки у меня были Вообще все Просто не надо было На меня нападать Да не 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 Михаил Послушай Если бы я напал на Чилинию Я все равно не мог бы Ничего инку сделать Вообще никак То есть я Деду Бородеду Ничего не мог бы сделать Просто ничего Потом я построил Потом Зип район я построил Ой, да Зип район там Здание построил Тоже он прибавил Ну вот Вот смотри Вот откройте графики Наука игрока Даже не во второй четверти А во второй половине Вот это вот Наука Вот Кри Вот тут вот лидирует Кри Я не понимаю Откуда у него эта наука Я даже сидел Считал Его кампусы Просто вот там Здание Его соседства Я не понимаю Откуда у него наука Там больше Чем у нас Ну У вас не было Вольнодум У Алексея Вообще Вольнодумства не было Ни у кого вообще Вольнодумства не было Понимаете Ну у меня Нет Вольнодум Хорошо Послушай Я посчитал Твои гавани И коммерческие районы Они давали тебе Ну плюс 40 Максимум Ты же сам Вот Вот у тебя заканчивается Вольнодумство Вот здесь Это где-то Какой Восьмидесятый ход Вот заканчивается Вольнодумство Вот у тебя снижается И серну ты в лидерах По науке Просто Еще там сейчас Большой пустот 15% Это Задовольство Я колизей построил Разрешил Это тоже модификатор Ну 15% 15% Это всего лишь 15 То есть Не знаю У тебя там было 230 науки Потом 315 Процентов Это ты плюс Имел бы 35 35 Науки У меня каждый Краван давал Еще там Науку Одну науку Да Я видел У тебя 6 Ну господи Там Сколько Ну 10 Науки Ну а так А ты лидировал Где-то на 100 науки Постоянно Ну да Потому что Я как бы На это акцентировал Внимание Типа Все По поводу Инка Я бы мог сделать У меня внизу была Подводная лодка Атомная Ну и что Он кинул бы ты ядерку Эта ядерка Ничего не дает Там города Вот смотри Инк ничего не смог сделать Скри Хотя он его закидал В ядерками Но он города У нее не смог захватить Потому что Инк Самолетами там Все контролировал И ничего не давал Захватывать Он там Сколько Два города захватил Что ли Там бывшие Польские Тем более И Магнус Магнус Сначала Он дает Прям быстрое Быстрое Расселение Типа такое Удобное Ну Тактика Тактика Кампус Кампус Ну Когда Инк Инк Я не выиграл Я не выиграл бы Хорошо Михаил Говорит Надо было Просто на тебя Нападать Мы бы тогда Типа Он и я Завалил бы Инк Я в это не верю Потому что Просто мы Тупо далеко От него То есть Максимум Что могли бы сделать Это какие-то Ядерки бросить И все Мы не можем Города захватить При этом А без захвата города Он улетит И все Ну да Может быть Индус Мог бы Опять же Без американца Но Кстати Если бы мы не поменяли таймер У меня был шанс Победить религии Но так как мы поставили Таймер на 4 минуты Я тупо не успевал Апостолами Что-либо делать У Индуса У меня был план Захватить Короче План был такой Не для того Чтобы захватить Нубию Просто захватить А так как Нубия И Индия Единственная У кого более-менее Есть какая-то религия То есть я захватываю Нубию А Индию Обращаю апостолами Я мог победить религии Но у меня Из-за того Что поменяли таймер Я просто не успевал Это сделать Вот и все А ну тогда все Понятно Все логично Ребята Я с вами Пока Спокойной ночи Спокойной ночи Давайте веру Посмотрим Так Создано чудес Не получилось бы Потому что У меня достаточно Много было веры И я оставал Не У меня веры В несколько раз больше Чем у тебя Это первое Во-вторых Идея в том Что я просто Прихожу Большим количеством Апостолов Первые У тебя Первые Это 75% Снимают у тебя Веры Вторые Тройным влиянием То есть у меня Просто достаточно Я одним ходом Практически обращаю Несколько твоих городов Сразу же Мне было бы достаточно Не знаю Три или четыре хода Просто тебя обратить А? Ты Ереван? Да, да Ереван Просто мне все это давал То есть я мог выбирать Эти прокачки Но Из-за того Что мы поставили Четыре минуты И в это время Я с Нубиевой Просто я единственное Что успевал Просто на его фронте Что-то делать А Апостолов Я просто к тебе отправил И я даже уже Не следил Что там происходит Понятно Ладно Спасибо за игру Спасибо за игру Ты на Нубию Пошел Только для того Чтобы Вера, да? Да, да Потому что Он У него Вся его территория Ну все его города В его вере Если я его захватываю А он И оставляю у него города Те, которые он у англичанина захватил А английские города Как раз в иудаизме все То есть я захватываю его И он как бы становится моей верой И мне только остается индус Я тебя уже обратил Ты видел Я думал И у меня только индус Оставался Для религиозной победы И все А причем еще Индус параллельно Захватывал англичанина Он захватил бы англичанина А я бы ему там Половину городов С той стороны Обратил И вот была бы Религиозная победа Ну просто вот Из-за таймера У меня не хватало Времени Да хрен знает Но мне кажется Я бы успел Потому что я сделал Там апостолов 8 По-моему Трое Которые убирают религию И остальные Которые с тройной силой Распространяют То есть мне надо У индуса Обратить Городов 6 По-моему Или 7 6 или 7 городов Я отправлю инквизиторов Свои города Даже если ты их обращаешь Да Инквизиторы Инквизиторы Проблема Ну это Ну знаешь Абы да кабы Да Не факт Не факт Конечно Я же не говорю Что это факт Я просто Проблема в том Что я реально Последние ходов 10 или 15 Я просто даже Ничего не делал На твоем фланге Ну С другой стороны Так уже 7 утра Как бы получается 12 часов партия Ну да Да Ладно Всем спасибо Спокойной ночи Спокойной ночи Культура Ну тут тоже чилини Не Ну Кри Без проблем Конечно Очень Очень неплохо развился Ничего не скажу Подожди Теперь наука Как-то теперь по-другому А я выключил чилини Ну вот тут Вот это вот Я не понимаю Вот это Насколько у него Хорошо это было Количество Количество Сражений Индус Индус С американцем Тут воевали Вовсю Потеряно Юнитов Тут еще Кто-нибудь Есть? Никого уже Нет Просто Завите Я просто смотрю Как упоролся Американец Сколько он Юнитов Потерял Он Что-то в районе 55 юнитов Слил В то время как Человек на втором месте 16 То есть он там Реально просто Строил юниты И видимо шел на территорию Индуса Вот классно С таким Играть Вообще Зеба В цивилизации Ну как бы нападать Там вот до Каких-то серьезных Юнитов Можно только Ну с генералом И с какой-то Продуманной армией Типа там С осадными юнитами С максимальным Бонусом Ну да Как бы это Не имеет смысла Вот именно вот там Вот как люди Там выходят в уникалов И просто голыми уникалами Их спамят Как бы И теряют довольство Все Тут еще проблема Мне кажется Они зря Поменяли Экспу То что теперь В два раза дольше Ты на сетевой скорости Зарабатываешь Экспу За счет этого Ты даже просто Вообще воин Да Я вот думал На кирасирах Напасть короче На грека Ну и мушкетерами Кирасирами Вот такой Но потом Я такой смотрю Ну Я бы Мне казалось Что я больше потеряю Потому что у него тоже Много армий там было Мушкетеров Да 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 реально Реально тяжело Тут еще можно Вот если у тебя Много веры Как бы просто Одним ходом Купить кучу юнитов И так вот Одномоментно Напасть У того У кого Немного денег И он немножко Отстает по науке Но все равно Это довольно легко То есть Ему там Кинут денег Кинут ресурсов Он апнет И уже даже Город тяжело взять Без осадных Без осадных Без осадных Юнитов Да Случайные техники Я это вырвался Только благодаря тому Что у меня всю игру Было превосходство Типа всю игру вообще Именно по науке Я кстати думал Я боялся Я боялся Что ты на меня На самолетах Нападешь Потому что У меня алюминия Не было Ты это видел Вообще Да Но я Ну не стал Зачем Типа Ну потому что Я думаю Ты бы пару городов Все равно взял Во-первых У нас караваны Все хорошие Ну да Караваны классные Ну и как бы У нас всю игру Было нормальное Типа отношение Ну и тем более У тебя есть соседи На кого напасть Вот мне не на кого Было напасть У меня получается Даже на грека Не на кого То есть я сижу И развиваюсь Грек он Он дал реально много Потому что у него Компуса Вот соседство большое И типа там вот сразу Я захватил И как бы Снова вырвался В лидеры в конце Да Сразу 800 Да Ну это трындец Вот англичанина Типа я вот Ну он мне вообще Ничего не дал Он только дал минус Потому что Минус довольства Все вот это вот Считается Да Кстати да Реально англичан Ничего не давал То есть можно было Его и не захватывать По-хору Пускай бы Ну меби Захватывал Ну просто Он бы тут оставался Как бы И Ну не знаю Ну ты мог Города ему Уничтожать Я согласен Что я потерял Очень много времени Я бы мог Хотя там Как я не мог Потому что Во-первых Там армии Корпуса были Очень поздно Типа вот К сотому Сто седьмому ходу Я только вышел Корпуса первый О я больше всех Городов Поставил Ну там У меня Во-первых Я еще не продумал То есть я пошел Через Этих Пехотинцев Но у меня Олигархического Наследия Не было То есть Плюс 4 На них Не было Как бы Потом я еще Читал на генерала Много ходов Чтобы Ну артиллерия Как бы Ну Могла ходить И стрелять Одновременно А там Чтобы получить Генерала Нужно было Прочитать Несколько Генералов Вот У меня Два Военных Лагеря Были В основных Городах Ладно Короче Мне уже Вставай Через 2 часа Ну давай Спокойной Ночи Ну Я могу Сказать Что В этой Игре Мне кажется Пораньше Надо было Кампусы В некоторых Местах Строить Ну вот В целом И Конечно Немножко Вот То что мы Поменяли Таймер Я мог Попытаться Я не факт Конечно Что победил бы Смог Потому что там Индус тоже Начал Апостолов Стоять Но если бы я Сосредоточился Именно На апостолах Но мне при этом Нужно было Нубию захватывать В любом случае Таким образом Вот Ну и Конечно Я мог Помешать Кри победить Я мог Его города Захватывать Когда его Обстреливал Инк Но Это Я давал бы Еще раз повторю Победу Инку Просто Потому что Я не мог бы Останавливать Инка Инка бы Никто не Останавливал Там Там Нумибийц Говорит Что Себя На него Не напал Он бы Там Ядерки Бросал Но это Ну Две Три Ядерки Он бы Бросил И Улетал Инк Все равно Во время Его Войны С Кри Тут тоже Вопрос Да Я мог Не дать Кри Побеждать Просто Захватывая Его Но Тогда Побеждал Б Инк Какая У меня Была Возможность Победить Проблема В том Что Грек Зачем То Например Взял Пантеон Который Очень хорошо Для Кхмеров Подходит Богиня Реки Два Два Счастья И два Жилья Для Священных Мест На реке Мне пришлось Что-то Другое Брать Неплохо Произошло Верование На науку В принципе От Третьей До Одной Шестой Всю Игру Я получал За счет Этого Науки Да Пантеоны Пораньше Можно было Кампуса Можно было Пораньше Ставить Ну Местность Не очень Конечно Такая Получилась У других Игроков Некоторых У Убе Очень приятная Территория Именно Для Нубии Была Но С другой Стороны Кри Победил Тоже И на Самой Лучшей Местности Согласитесь Очень Даже Так Смог Вытянуть Игру Но Отсутствие Алюминия То есть Отсутствие Самолетов Помешало Я так Мог Например Грека Захватить Или Англичанина Еще Хотя Англичанин Зачем Англичанин Вот И вот Этот Горк Взял Он Более Менее Нормальный Остальные Так Себе В общем Вот такая Игра По моему Ничего Так Получилось Спасибо Что Смотрели Играйте В умные Игры Всем Пока Спасибо Что Досмотрели До Конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу Попросить Вас Поставить Лайк Оставить Комментарий И Поделиться Этим Видео Со Своими Друзьями Или В социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На Которые Вы Видите Сейчас На Своем Экране Играйте В умные Игры И Всем Пока Субтитры 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 Субтитры